Мы первый тайм этот генд Возили вообще рылом Но вы писали заявление Дважды и в нем они когда находились То есть заявление по собственному желанию Или трижды Когда в команде есть люди, которые тебя не понимают Еще хуже, которых ты приглашал И которые за спиной ходят и воняют Ну, значит, ты же делал что-то не так Куща пришел, там, сказал, тройные Городовой говорит, сегодня не надо премиальный И я вас первый раз увидел Я подумал, ничего себе, какой грозный дядька Да если ты ничего не можешь сделать То надо человека посадить на желтую карточку Закончили вы со Славей И как случился переход уже в тренерскую карьеру? Потому что вас как раз позвали После того, как вы завершили игровую В этот же год Предложил Вячеслав Евгеньевич Акшаев Я еще думал поиграть В принципе силы были Играешь, играешь, и не наигрался Закончить можно, начать потом нельзя И поддержал его Леонид Данилович Подлипский На непокой иногда председатель клуба был Вот, я приехал Можно, может, 1 сентября Где-то, может, в конце августа То есть месяц буквально прошел Приехал на Аполловск И стал помогать в дубле Володе Ломака Вот как-то сразу тогда не надо было Может быть, лицензии еще и ничего Вот у меня был Корочка института физкультуры Тренер И вот приехал Вот, поработал полгода В протяжении всей вашей карьеры Вам всегда помогал Акшаев Всегда звал в команды И тут тоже в Новополске помог Акшаев Ну, вот он меня звал в Белшину Звал в Гомель Вот, и да, получается, что да Вот когда он с 2000 года Мы как-то так, ну, тесно общаемся И вот, и так далее Но он очень много сделал у меня в жизни Я помню, когда мы играли За МТЗР по дублям против Нафтана Вас только назначили И я вас первый раз увидел Я подумал Ничего себе, какой грозный дядька Вы просто такой, знаете, внешне Очень кажется, ну, такой злой и грубый Но когда с вами общаешься Вы, наоборот, такой спокойный Кажется, добрый Кажется Ну, в общем, такое ощущение Что вот ваш образ против вас говорит Но в целом это все, конечно Не совпадает образ с тем, что внутри А вот вы Фила Рудика уже встретили в дубле На Павловском Нафтане Он там был? Да Что можешь сказать? Пару слов буквально Ну, это один из талантливейших людей Который встречался Много талантливых людей встречалось Многими мне удалось поработать И знаменитыми игроками Скажем так Один из самых талантливых игроков Талантище Это, конечно, кладезь такой Уровня, скажем так Какие из таланты? Савицкий Рудик Ну, Лидия был такой Но рано он закончил Мог вырасти Саша Татарников В этом Белшине был Борисик Вообще такие были Самородки Ну, а Рудик Он, во-первых, азы футбола Постигал в питерской школе То есть у него было Какое-то там понимание Такое Ну, конечно Он такой футбольный шахматист Чертил такие вещи Делал Ну, мастерство футболиста Определяется Принятием решения Если они еще Связаны, скажем так На шаг на два Вперед То есть, конечно Он предугадывал Такие комбинации Но надо, чтобы его понимали Поэтому он может там Одного видеть Второму отдает Там третьему То есть, конечно Это хороший игрок Загубил он свою карьеру Конечно Глупо очень загубил И он мог, конечно Раскрыться Вот Дима Верховцова у меня был Дубли тоже начинал И вот тот такой В Могилеве не нужен был Привезли его В Новополоцк Вот он раскрылся Ну, и то не до конца Вот так Тот был Такое все На своем Огромном здоровье Трудом А Рудик Если бы ему еще там Немножко Скажем так Чуть-чуть Мозги на место поставить То, конечно Он мог очень много В жизни добиться Хороший игрок Игра одно Вот Мне кажется Что проблема Фила Даже не футбол Вот когда футбол заканчивается Вот тогда Фила Начинает нести Куда-то в сторону Он был молодой еще Какой он был вообще В Нафтане Когда тоже С языком у него были проблемы Ну, в Нафтане Особо как Ну, с языком Ну, во-первых Это игрок был Вот они с Верховцовым Ну, не они выиграли Мы тогда Шахтер там Переехали В финале кубка В первом финале Там вообще Они второй гол Там один отдал Второй забил Ну, он 20 Сколько Седьмого года Да Вот с седьмого Мы в каком Кубок в 21 год Ну, он 21 год Лидером команды был Верховцов 22 То есть, это лидер Он был лидер Конечно, там были И игроки Нафтане Второго уровня Там и Игорь Трухов Там И Шкабара Валера Стрепейкис Конечно Ну, где они В раздевалке А где он Ну, так он Ну, наверное Такой веселый Там парень Там почему Там Терри Тоже в Челси Стал капитаном 21 год У меня бы Каткин 21 год Капитан стал Вергейчик выгнал Солигоф У меня был капитаном команды Потому что он был лидер Он натуральный был Лидер на поле То есть, у него У него все хватало У него поставлен удар У него поставлен На передаче У него поставлен На виднее поле То есть, он Хорошо читает позицию Там, играет Ну, про Никиту сейчас Не, про Рудик Я просто подумал Про Никиту Удивился, что Про Букаткин На такие вещи говорили Никита Вот он где-то В каких-то местах Может, меня напоминает Да, мне тоже кажется Что всегда Такое Тупорылый тоже был Вечно на жопе Ну, он, да Он, да Он, да Он, да Мату С Испанией Он его нейтрализовал Когда мы играли Со сборной Испании Кто-то у них Опорный полузащитник был Я не помню Но в Испании Сборная была Он вообще Не давал голову поднять Он очень работоспособный был Ну, прибавлял Где-то иголы забивал То есть, он такой Молодец Рано он закончил Игровую карьеру Может бы еще поиграть Смотрите Там получается такой момент Вы приходите в дубль Тренируете дубль И тут резко Вам говорят Вы исполняющие обязанности Вы приходите Опять же В кризисное время Вы вечно В какое-то кризисное время Приходите Да, у вас такая карьера И вытаскиваете Нафтан Тогда поступило предложение Вячеслава Евгеньевича Ну, был такой момент Проиграл в Новополоцке Четыре игры В 2007 году Я думал Пять-четыре игры проиграли И Он в Гомель Ну, сейчас же История такая Она не очень хорошая В плане того Что в Новополоцке начались Там неправильные Определенные люди Подсказали Вячеславу Евгеньевичу Что делать То есть Там Много доброжелателей Ну, и он Как бы поехал в Гомель Ну, не суть в этом Команда осталась Без тренеров То есть, там Произошел конфликт Главного тренера И руководства клуба Команда осталась Без тренера У нас игра в Динаминском Уже мне тогда было 37 лет Не, 39 68-й Это 2007-й Да, 39 Ну, я тренировал дубль И игра готовит Динаминск Вот тогда остались Я В тренером в штабе Игорь Гасюта Игорь Это самый Аркадьевич Он умер тоже К сожалению Василий Зайцев Ну, то есть Люди, которые работали Главными тренерами И меня Ну, ту игру мы готовили Может, с Гасютой Вместе С Динаминском Мы обыграли Динаминск 1-0 То есть, вот И Леша Белоусов Забил Это первая победа Ну, и потом На следующую игру Я уже стал Исполняющим обязанности В Могилеве 0-0 сыграли И третья игра была С Минском Футбольным клубом Минск Мы их обыграли 3-0 Вот в трех играх По сути Я набрал 7 очков Со мной команда набрала И вроде уж Как утверждали Главным тренером Тогда вот Игре с Минском Вышел 16 лет Серега Политевич И первым касанием Забил гол В девятку Даже не касаясь Меча Вышел Не делая передачи То есть, не Участвую Играю в действиях Тогда вот Помню комбинацию Там Макс Макс Сразу он играл Правого полузащитника Он навесил Он с метров 11 Прям подключился И всунул туда В девять Вот Обыграли И потом Играться с Маргонью С Георгием Петровичем Дома Ну, вроде все Сказали Обыгрывайся с Маргонью Я знаю теперь Но сейчас у меня Есть какое-то имя А тогда Я столько вещей увидел Столько грязи Столько фальши В футболе Столько всего Когда Ну, я как бы В хороших отношениях Был с Даниловичем Включал мне телефоны На громкую Когда звонили Там, что там плели И на меня И на Кого надо поставить Кого Это вообще Ну, это Закалило меня в жизни Со Сморгони Мы проиграем 1-0 На самом деле Вот Тебе кажется В руки все Мне сказал По-грибски Выиграешь Сморгонь С завтрашнего дня Главный тренер Ну, 7 очков Это серьезное Там и так далее Мы проиграли 1-0 с углового Пропустили Там в конце матча Где-то На 80-й минут Надо посмотреть Мы уже не отыграли А следующая игра В Витебске А Витебске Новополоцк Это дерби Там можно проиграть Кому угодно Новополоцк Не должен проиграть Витебску Ну, все Ну, Игорь Там, ну, все Игорь, тебя снимают Мне надо Столько звонков Витебск Ты не обыграешь Там Подлибский Ну, что сделать Пойду в дубль тренировать Делаешь такое Ой, это У меня передача там была Там плели такие Истории Ну, главное Подождите А кто это звонит? Это Да кто хочешь Не, ну, вряд ли Там мы могли позвонить Ну, зачем я буду Говорить фамилии Нет, условно Это чиновники Правильно? Ну, и чиновники И без чиновников Там футбольные Разные специалисты Там Люди считают себя Там Что они знают Как подсказать Да у тебя команда Станет Да ляжет Да надо этого Да надо того Советники Фил Рудик И мы едем Мы вот едем В Витебск Тогда уже Ну, у меня Всегда с командой Был какой-то хороший контакт Ну, он был Достаточно всегда Мужской То есть, я мог на них Наругать Но я их никогда Не давал в обиду И никогда Ими не прикрывался Даже Кто-то приходил Пьяный Где-то мы их прятали И так далее И там подобное Чтобы это не Выходило на какое-то Руководство Чтобы с этого Не делали какое-то Это Люди все понимали И играем в Витебске 1-0, по-моему После первого тайма Проиграем И вот Костя Якубовский Вышел на замену Вот не помню Кто судил А все, матч Или Витебский То есть Ну, мне надо было Только выиграть И Костю Якубовский Он на 46-й вышел И на 53-й удалили его Ну, это Одна из судейских Фишек Это если ты Ничего не можешь сделать То надо человека Посадить на Желтую карточку Особенно это Модно делать Защитник Вот в Гродно Когда я работал А часто так делал Там бывало Что по карточку По карточку Надо игрока Снимать с игры Удалят Но и вторую найдут У нас Когда Гомель Становился чемпионом Ну, там разные были В 2003 году Закулисные игры Очень много было Я радухе говорю Олег Я тогда получил Карточку с Белшиной И не поехал на игру Тогда Минск Или Гомель По-моему В 2003 году Кто чемпионом был Гомель Гомель, да Да, вот Ну, и Скажем так Юлия Александрович Говорит, бля Вы бойцы такие Давайте Громный всегда играет Там не надо Не стимулировать Ничего Вот мы поехали В Гомель А я знал Что будет там Ну, какая-то херня Ну, надо чемпионом становиться Я говорю Я говорю Радухи Не выходи На поле Молодежь Гродинская Пусть играет Вот Ну, и что делать Радухи показывают На второй минуте Карточку И на седьмой 2-1 проиграли Хотя играли хорошо И Радухи Потом руководство команд Обвинило Радуху Что он плохо играл Посмотрите материалы Он сорашился Я говорю Не выходи Скажи, что у тебя там Что хочешь Понос Золотуха Все, что хочешь Не выходи Если команда проиграет Обвинять тебя Ну, так оно и получилось Бедолага переживал Так вот Так вот И Это самое Костью удалили Ну, это ж Тоже такое дело Удалили Мы остаемся в десятером Десятером остаемся Ну, в принципе Вот это такое переломное Ну, меня всегда везло На хороших людей На сильных Переломный момент такой И мы в десятером Бля, как завелись они И Юра Олещенко Вот был такой Одаренный Футболист Одаренный был Виталий Его брат родной И вот Юра Олещенко Два сунул И мы два-один Победили Витебск И с той поры Меня после Витебска У них уже просто не было Шансов вас не назначить Ну, назначили до конца Чемпионата Мы по итогам Второго круга Заняли третье место То есть Хорошая команда Вот, знаете Всегда Что-то сравнивали Что-то Какие-то вещи Тогда очень хорошие Игроки были Вот опорная зона была Макс Карпович И Костя Кубовских У Два Рекса Всегда ты как-то Постраиваешь что-то Чего-то Что-то У меня всегда есть Очень хороший коллектив Вот я остался В Новополоцке И задержался На Сколько? На 7 лет На 6 Получается, что вы Буквально за 3 месяца Избавились от представки Исполняющего обязанности И стали сразу главным И плюс Сразу повторили Ну, то есть Первый такой Тренерский сезон Грубо говоря Команды Не дубля Сразу рекордное Повторое рекордного достижения Клуба по месту В турниной таблице И это все получается За 3 месяца Ну, нет Нет, 3-е место Мы взяли по итогам 2-го Ну, вообще 7-ое Это было Да, то есть Повтор Да, а мы так Четверт Ну, знаете Новополоцк Вот такие Самобытные команды Как Новополоцк Скажем так Ну, кто здесь Ну, грубо говоря Там Жодино И Слач Нет, Жодино ближе Там Такие команды Должны быть В чемпионате Вот какие-то Самобытные Когда Говорят там Новополоцке Вергеевич все время Считал чужие деньги Потому что в теории Там денег Некуда девать Он еще считал Что у Новополоцка Больше денег Ну, все Когда Такие деньги Как и всех Средняя команда Мы там Конечно Пригласишь Как ты приглашаешь Футболиста То есть ты приглашаешь По остаточному принципу Или приглашаешь на деньги Или в город Кто в Новополоцк Поедет Ну, ехали Там тоже хороший коллектив Был Такая хорошая команда У нас 5 человек Молодежная сборная играла Там Дегтярев Комаровский Верховцов Ковалевский Там Хорошие Витебские ребята И так далее Были Поэтому Хорошая команда Была Очень хорошая Руководство Очень хорошее Было Вот все говорят Но И у меня есть Наверное Не так много Сравнений Но там Командой руководили Подлипский Цибин Цибин Анатолий Иванович Стоял у истоков Команды И Леонид Данович Подлипский Наверное Футболисты Ни в чем Хотя Никакой Инфраструктуры Не было Приехал Штанги После Кубка Когда мы выезжали Он не понял Где мы Тренируемся Это я говорю Об инфраструктуре И о людях То есть Самое главное Это люди Мы тренировались На школьном стадионе Вот дерево Видите За окном стоит Еще одно было Между ними Натянутая веревка И мы проводили Для эмоций Там после игры Тренировку Чтобы людей Отпустить домой Вот так вот двигались Самое главное Чтобы команда Была заряжена Точно так же Как и в конференции От того Что ты будешь Тренироваться Там на каких-то полях Ну это в идеале Но если нет Это не является Определяющим Вот там всегда Был хороший коллектив Хороший тренерский штаб Меня окружали В тренерском штабе Люди-то И Гасюта И Вася Зайцев И потом приехал Сергей Крутилев С Смоленск Они в свое время Работали главными Тренерами команды То есть не Я их учил Я у них учился Немногое подсказывали Ну просто я был Главный тренер Это тоже не является Главным Главным Это не главный Есть коллектив Который Ты в нем Всего лишь винтик Вот создать коллектив Чтобы он не был Расшатан И всех Какие-то двигались К одном направлении Как и вот сейчас в Гродно Андрей Скоробогатько И Саня Сулима И Олег Киреня И Виталий Надеевский Хороший коллектив Люди Которые Честно так Правильно говорят Смотрят Скажем так В одну сторону Но каждый знает Что делать Он Андрей Скоробогатько Могилев привел Бронзовую медаль Его вызнали Так он уже лет 10 не работает Да Интервью возьмите Человек привел Без денег Я тогда знал Четвертое место С Новополоцком А он третье место Могилев Когда вели Реал привел И так далее Вот это говорит о руководстве Третье место занял Пока ехал с Витебска До Могилева Ему объявили Три выговора По дороге И выгнали Ну так На всякий случай За что И вот сейчас Могилев С Витебском То высшая лига То первая То высшая То первая И все строит футбол Как-то так получается Слушайте Но вот Новополоцк Всегда хают за то Что там нет инфраструктуры Стадион Нафтан Ой Нафтан уже Атлант Уже притча Во языцах То есть о том Что там не туалета Там дорожки Вот эти резиновые Была ли задача Что-то сделать Знаете в чем Отличие Новополоцка От Солигорска Да В Солигорске все есть Только когда Солигорск едет играть Привергейщики Там Евроклубки Они проигрывают Молдаваном Да Вылетают в первом туре Ну вы же посмотрите Да Он все расскажет А Новополоцк Играя с Сервеном Звездой И с Гентом И обе команды Не проходят Только на Волоске Вот с Сервеном Звездой Мы 4-2 Там был стадион В Витебске Славянский базар 3-0 Мы проигрывали После первого тайма 3-2 было И Гаврюшка Забил Третий гол 3-3 Прям за воротами Полметра Финский судья Играет Вратарь вводит Нам забивает Четвертый Мы забиваем Третий 4-3 И в Белграде Там 25 тысяч Тогда на Олимпиаде Было 25 тысяч 3-2 выиграем В десятером Выиграем Ну тогда Гол чужого поля Был 3-3 Они сравнивают Мы в атаку Побежали Тогда про Синечки После этой игры Сняли Там через игру С кем они С французами играли Вот это был Новополоцк Боевая команда С Гентом играли 2-0 здесь выиграли Дегтярё Там сумасшедшие Голы забил Первый гол забил Курскис выбил Стрепейкис Дальше отправил Мяч головой И он не опускаясь Вот так В девятку сунул И на последней минуте В Букаткин Выскочил со стенки Все Конец игры 2-0 Выиграем Со стенки выходят Бьют штрафной Судья говорит Перебить Вот перебили Они 2-1 И мы в Генте Уже нам подходили Руководители Ромы Когда мы играли в Генте Чтобы с ними играли Где вы будете принимать И мы пропустили Мы первый тайм этот Гент Возили Вообще рылом И 1-0 Проиграли По сумме двух игр Уступили Но вот это были игры Точно как сейчас Гродно играет На Лиге конференции И тут чемпионы Постановятся Потом В Аделупе проигрывают У вас на самом деле Перед еще Еврокубками Тоже был достаточно Такой классный период Это конечно же победа В Кубке 2009 год При этом В полуфинале Вы еще и ПТ Самый мощный Я не знаю За все время Разбивать Расскажу вам историю Мы никогда там Особо не ездили На жеребьевке Вот я иногда Вспоминаю ее Дмитриевичу Витушка Да Он там же был Организаторами Шарами И продолжаем Да Вот рассказываю С какого Перепоя Батэ пошло Тянуть шары Вот идет жеребьевка Посмотрите Жеребьевку 2009 года Когда была Полуфинал Мас там не было Мы не Ну представитель Может из-за нас идти Нам это было По барабану Кто будет судить Ну принято Чтобы были И принято Ну идет Батэ тянуть шары Кто там Не помню Кто там ходил Вот Все согласны Ну согласны Ну они вытаскивают Неман И соответственно Вернее Нафтан И шахтер Неман В те времена Вы все посмотрите Внимательно По телевизору Это все было В те времена Финалист кубка Или Обладатель кубка Или А Финалист кубка Если Батэ чемпион И обладатель кубка То финалист кубка Автоматически играл В еврокубках Не четвертое место Тогда было А финалист То есть они Разграли партию Шахтер Неман Батэ Нафтан Там все интервью мы Есть Ну Батэ Батэ А Курнееву звоню Он тогда тренировал Молодежную сборную Ильюль Анатольевич А он едет в аэропорт То ли с командой То ли как Ильюль Анатольевич Может говорю Вместо Нафтана Чтобы не ехать С Новополо Скассирите На жеребенке Посидите Он у меня говорит Игрек Ты дурачок Или что Я говорю Чего Он говорит Ну сыграешь с Батэ А Шахтер сыграет С Неманом Там и разыграете Мы играем с Батэ Шахтер с Неманом Мы 1-0 выиграем По-моему Дома Не помню 1-2-0 1-0-2-0 Получается Да 1-0 выиграем Батэ Вот С пенальти забили Ну Батэ Нас десятером там возила Пенальти забили Удалили По-моему Серегу Веремко И мы Как-то так Ну 1-0 Все едем Батэ Там уже все И вот так получилось Батэ на последней минуте На первой минуте Не забила Миша Горбачев Тогда мощнейшая команда Батэ была Вот Миша Горбачев Выбил с пустых И потом Вот не помню Макс Разумов В пенальти был А первый забил Я не помню кто 2-0 выиграл Мы забили один Ему уже надо было Сбивать три То есть они полетели 2-0 Мы тогда обиграли Батэ И Неман Там был в шаге Тоже от финала Шахтером И А после того Как была Жеребьевка в кубках Уже Представитель сразу По Беларусь 5 Шахтера говорит Ну Самая короткая Дорога в Еврокубке Это через финал Если мы даже попадем в финал То мы будем играть В Еврокубках Какие Нас не спросили И потом мы играем Шахтером Там вообще Великолепный финал был Валера Стрипейки Тогда Я его не хотел брать В команду Потому что После Гомеля Хотел брать в команду Он пошел в шахтер Выдающийся игрок Он пошел в шахтер А мы приглашали его Ну так получилось Он выбрал шахтер Хотя он сам в Новополовске Сделал большую ошибку В жизни О чем До сих пор жалеет Шахтер тогда Повалился На начальной стадии Правильно Что надо делать Тренеру Чтобы остаться Это убрать Кого-то из лидеров Логично И Стрипа к вам Да Нет Почему к нам А он до этого Повалился Вот до этого года И Стрипа перевели На долгое время В дубль То есть Вергейчик оправдал Что не того взяли Ну как не того Он не может быть не тем Может быть какой-то спад Ну Чтобы оправдать Себя Или как алкотестом Или вот Понабрал сначала команду А потом их в дубль посылал И потом он Возвращается к нам В девятом году В восьмом он играл За Шахтер В девятом Финал Кубка Он возвращается Выпросило руководство Но на самом деле Не хотел его брать За его поступок Не хотел брать Я не возьму Все Ну там Данилыч Там и Цибин Игорь Это легенда Ну нет проблем Вы считаете Нужно Ну все Он как игрок Высочайшего уровня Для Беларуси Хороший игрок И он перед игрой Я не помню Тогда Дима Комаровский Впереди был И кто еще Ну надо посмотреть По фотографии И он Подходит Перед игрой Говорит Николаевич Поставь состав Я сегодня суну ему Я говорю Иди играй Хочешь в состав играть Иди играй И он Вышел Там конечно Забил Такой Мяч Вот И сравняли Мы там Вергейчик Под трибуной Сидел Его дисквалифицировали Тогда И Ромка Его 5-0 Обыграл Он там Под щитом Сидел Под большой Трибуной Еще Старый С сыном Сидел Ну фотографии Есть Вот По телефону Там Кировал Мы их там Постирали Просто Без шансов И на последней Минуте На 89 Рудик Не вышел Сейчас помню Ковальчук Забил Сравнял И в добавленное Время Верховцов С Рудиком Соорудили Соорудили Да Великолепный Кубок А Шахтер Прошел Неман Там тоже Неман Выиграл По-моему Радуха Их тогда Тренировал И там В конце Они пропустили Наполнительную Минутку Там что-то Да Такое место В финале Мы должны Играть Были с Неманом Вы говорили В конференции Что в финале Должны были Играть с Неманом Как раз таки Разыграться По всем Как она складывалась Вот так получилось Мы вывели кубок Сыграли хорошо Еврокубки И в этом году В том же Девятом году Мы боролись За тройку И последняя игра В Бресте Нам надо было Это девятый год Нам надо было Обыгрывать Динамо Брест И тогда мы При любом раскладе Мы были бы Третьи При любом раскладе И мы приехали В Кобре Не останавливались Приехали И вот тогда Температура У нас в заявке Приехало 23 человека Сколько были Выходили на поле Кто живые Вот кто были Там не это самое Так там Мы 2-0 По-моему Бресту проиграли Так Брест должен был Там забить Штуку 8 Там Коля Романюк Чудеса творил На Коля Романюк И в кубках Когда мы Второй кубок Играли Он по пенальти Гомель обыграл И Минск По пенальти обыграли И в этих кубках А перед игрой Первый кубок Перед игрой С финалом В воротах Сел Антон Ковалевский И перед финалом У нас была игра В Гродно А Коля Романюка Еще знал Молодым Когда он был В Славе И я играл Но я уже ветеран Молодой Где-то там был Второй, третий вратарь Антон Ковалевский Варит и варит Варит и варит Здесь в Гродно Ему 40 за шиворот сунули Игра в финале Все Он игрок Молодежной сборной Там Как бы Коля второй И вот Мы с тренерским штабом Рискнули Вообще без игровой практики Коля можно сказать Выиграл кубок Тогда с Солигорском Творил чудеса Ну и потом До Солигорска Вот я не помню Как мы до Солигорска А с Батэ Батэ наверное Ковалевский играл Что ли И вот так получилось А потом уже С Минском финале Он тоже пенальти Вас вообще называли Провидцем Потому что в 2007 году Вы сделали 8 Четких замен Которые выходили Забивали В следующем году В 2008 10 вроде 10 да Это получается Что не только Ваша заслуга Но еще и тренерского штаба Да судя по всему Ну во первых Это не заслуга Был такой тренер Яков Шапина Да Здесь есть два варианта Ответа Это или ты провидец Или ты не угадал состав Согласен Да Поэтому Можно было состав поставить Это очень такое Не ну вы знаете На замену выходить непросто Есть люди Которые вообще Не могут выяснить замену А есть наоборот Которые вот прям Под заменку Хорошо Ну в любом случае Конечно у меня всегда был Очень сильный тренерский штаб И в молодежной сборной И в Нафтане И здесь в Гродно Конечно ты всегда советуешься И тем более Люди которые у тебя за спиной Вот как мы с Георгием Петровичем Мишей Мархином Помогали ему Вот мы когда играли с Египтом На Олимпиаде На Олимпиаде Да Мы когда играли Нам надо было с Египтом Сыграть ничью И мы бы выходили Дальше там группу Или куда-то Ну в плей-офф Потому что у вас была победа На Новой Зеландии Да Плей-офф выходили Да И 0-0 после первого тайма Миша Горничук Тогда играл Три защитника мы играли Ну он играл там Левого латериали Как там можно сказать Его Салах возил Салах тогда играл За сборную Египта Ну он раз простил Гутер Два простил Там три простил Ну вот простили Мы чувствуем Мы как с Мишей подходим Петрович Говорим Петрович Ну что вы думаете Он же весь в игре На скамейке за спиной Легче смотреть То есть как бы там Вот И мы говорим Петрович Может надо Мишу подменить Ну там что-то совет А Десять минут Может пусть Поиграем Ну что-то советовали Ну дали Мишу Десять минут поиграть Салах на седьмой Вот забил Ну и с Египтом Отограться было Невозможно Нереально Люди взяли мяч под контроль То есть там Другого уровня Футболисты были Там должна быть Дорожайшая организация И строжайшие Такие вещи Ну ты не можешь Обыграть Нереально просто Обыграть Раскроешься Тебе еще усунут Закроешься Но они не будут Так каковать И не будут там катать Поэтому конечно Им надо было забивать Когда мы там И момент какой-то были И так далее И там подобное Вот поэтому Не послушали короче вас Не то что не Нет Мы обсуждали Нет сами не решились Не решились На занятии То есть это Не то что Когда Это самое Не то что мы там Прям советовали И послушали Но обсуждения Какие-то были Конечно Помощники Очень много Решают И у меня сейчас Помощники Тогда были То есть где-то Ты обсуждаешь Что-то Ну когда это все Направлено На то чтобы Правильно сделать То есть главный тренер Здесь как-то так Ну ты получается Вначале В молодежке Собмещали пост Ну были в молодежной Сборной И параллельно Работали еще В Нафтане То есть там В начале В 2009 году Да То есть вы Не сразу Перешли там На работу В молодежную Сборную То есть понятно Что там Я когда работал Главным тренером В Нафтане Я помогал Георгий Петрович Иногда Оставался за него Главным Потому что Георгий Петрович В это время У нас была Георгий Петрович Команда В 188 года А Георгий Петрович В это время Помогал Юрию Анатольевичу В 1986 годом Иногда Это совпадало Что делали Эти федерации Была Правильная Преемственность Была Связь Между Молодежной Сборной И национальной Или молодежной Сборной По Каким-то Этапам То есть Молодежный Тренер Корненин После него Кондратьев И так далее И тому подобное Ну Меняемые люди Работали То есть На благо Белорусского футбола Тогда была Какая-то Такая Вот Поэтому Ну а так Я помогал Георгий Петрович Забегу вперед Если не ошибаюсь Вы уходили из Нафтана Потому что Уже в Новополоске Не хотели терпеть Ваши месячные Отлучки То есть У вас были моменты Когда вы уезжали С команды Надолго Было такое Или нет Нет Такого не было Я когда уходил Из Нафтана Уже Привезли Нового главного Тренера Который Кучеров Был такой Кучеров После меня Принял В Нафтане Когда мы В 12-м году Выиграли Кубок Белоруссии Нам по полгода Не платили денег Просто не платили Вот тогда был Третьяков Генеральный директор Ну не платили денег Мы кубок выиграли У Минска То есть Какой-то еще Последний Можно было Там Как-то Не знаю Но когда Ходили к Третьякову Говорили Ну как-то Какие-то деньги Надо Хотя бы Зарплату Или ползарплаты Он говорил А на каком Вы вместе идете А мы Боролись Всегда за выживание Интересно вообще Бороться за чемпионство И за выживание В серой массе Всегда можно За выживание боролись И в принципе Я уже написал Я знал Приезжал Кучеров И я понял Что его привезли Там агенты Что-то Следующий тренер будет Так нахер Дождаться до конца Чемпионата Я уже уходил Но не отпустила команда Написала заявление Команда сказала Что Николаевич Ну давайте До 12-го года Доживем До конца Мы будем бороться До конца Доживем Ну конечно Обманывали Когда говорят Будут деньги Будут деньги Мы тем более Ну возьми Этот Третьяков Кубок и иди Он как я зайду Убил Невтихин Бери кубок и иди Когда тебя хотят уволить Так тебя уволят Но единственное Что конечно Я там плохого Ничего не сделал Надо как-то Это преподнести Как увольняли Из Гродно Радушку Уже приехал Другой тренер Не платит деньги Задержки Туалета Спросите Не платит деньги Там все Задет Туда-сюда Он выиграл Какую-то игру Его берут Увольняют Как только уволили Приехал новый тренер На следующий день Выплатили все деньги Ну это же Есть целая Куча методов Как тебя могут убрать Как угодно Он через 50 тренеров Поменял И сколько Решил Нравится игра Не нравится результат Не нравится результат Вернее Не нравится игра Результата нет Есть игра На хер мне игра Надо результат Есть результат Нет игры То есть Можно все подвести Под научную основу Как ты себе Это представляешь Когда приехал Кучеров Я уже знал Что я уйду Ну попросили остаться Мы тогда Борсам В деле Боролись с выживанием Ну может быть И у меня И у команды Какой-то был Психологический Такая боязнь Бате Мы не могли Выиграть Бате Вот играли Даже Ну не считая Кубка Никогда в чемпионатах Не И Вот когда Игра с Бате У нас остался Тяжелый выезд Бате Помню дома Динамо Брест Выезд Нам надо Точно было Семь очков Брать Чтобы остаться И перед Бате Нет Два тура осталось Нам надо было Брать 6 очков Я могу ошибаться Но так как Игры были в 2 часа Это точно Я помню Значит где-то Это в конце Ну могу ошибаться Но перед Бате Мы жили на базе Базу построили Нас не покормили Вот игра сегодня Команда живет на базе И команду не кормит Команда выживает Я говорю Данилыч Команда вылетает Что вы делаете Он мне говорит Игорь Вылетали до нас Вылетали с нами И вылетают после нас И команду Приезжает Мы с Он не даст соврать Леша Гаврилович Леша Гаврилович Тогда молодые В аренде были С зубом Динамо Да Леша Гаврилович Он Минскую Видели Паненку На последнем пенальти Забил Когда Минск Мы по пенальти Скрипченко Обыграли Паненку забил Не кормим Мы сидим С ним Нарды играем В холле И он говорит Данилыч Есть хочется А вы нас Вы нас Говорит Что Специально не кормите Чтобы Злее были И вот мы тогда С Гасютой пошли В магазин Но это тоже коллектив Пошли в магазин Купили докторские колбасы Там был чайник Там и так далее Сделали бутерброды Маслом И вот так поели И обыграли Игорь Зюлев Забил 1-0 Обыграли Батес Там тоже была погода Плохая Стадион Сами убирали Снега И так далее И вот обыграли Батес И на выезде Обыграли Брест И остались В высшей лиге Ну и потом уже Мне надо было Просто уходить И вот тогда Уходить На самом деле Пришел Кучеров Дал интервью Выведет Оба раза Как на ладони Правильно Чтобы за твоей Я тренер Вот вы Херней Ну во-первых Тут чернокожих Лиги Франции Что это все Для бабы Дуси Так вот это Атеменха Но темнокожие Футболисты Здесь начинали Играть При зарплате В 300 долларов И мукам И Атеменх Чтобы так было понятно Есть ведомость Их можно продумать Ошибчие еще Там вот с этим Мексиканцем Мы не можем Брать Алыкулова Шукурова Кантарию И так далее Которые никому Не нужны Делать с ней Футболистов И еще продавать Как нормальный Коллектив Нормальный Тренинский штаб Имея ограниченные Возможности Должна быть Ну Наверное Право на ошибку Мы же не можем Привести Там 100 человек Разобрать И не можем Зимой просмотреть На турнире В Жодино Потому что на турнире В Жодино я буду лучше Там скользко Ну там скользко Там не покажется Это как Трава подрастет Там все будет видно Конечно все ошибаются Ну вот и мэр Хотя по мне бы Вот если мы удавили Там к этому мэры Про этого от МНГ Напели Жираф и жираф Жираф и жираф Он на поле не выходит А все плохой Когда внутри команды Создается червоточина И коллектив ее не выкидывает Значит ты сделал Что-то не так Вот и все ответы И ладно Можно выгнать Когда 25 Там лет Когда ты выгоняешь ветерана Ты поступаешь Как вергейчик То с кем-то прикрывается Я прикрываться не хочу Поэтому надо уходить самому Поэтому гой Не принял отставку Там ничего не это самое И так далее И тому подобное Поэтому я говорю Рудик Надо всегда футболистам И всегда говорю Если вы даете интервью Ну не надо там 50 процентов Просто 30 процентов Расскажите про себя 30 процентов Расскажите про себя Чтобы все было ровно Так одни боги Но они слабохарактерные Они Во-первых Половина там 50 процентов Да больше Подкаблучники Это вообще Это конечно Ну часто У людей И так мало Мужского стало Не подкаблучники Вот их интересует На первом месте деньги На втором и на третьем Ну а Половский был в коллективе И этот коллектив Как с Брестом играли Мы с Брестом играли Без премиальных В Бресту там двойные были Вот этот коллектив принял Я говорю После того что он сказал Главный тренер Мы премиальные получать не будем Мы должны их обыграть так Так и было Есть какое-то мужское достоинство Да Чтобы чупа-чупсы там Не выходили Не рассказывали Кто кого обыграет И кого лучше Вот это Так было у нас В Белшине Когда мы обыграли Проиграли Батэ 1-0 В 98-м году Мы тогда третий стали Там было по колено воды Аршанский судья судил По колено воды Нам забили на 13-й минуте Там мяч не то что не летал Он плавал Там было водное поло Вот так воды было Это правда И вот мы их ждали в гости К себе в Абрусском Анатолий Анатольевич ходил с иконой Вокруг в поле В 98-м год Ну это правда было Это правда было И мы им сунули 4-0 Вот Гуща пришел Вот что такая мужская команда Гуща пришел Там сказал Тройные Гродовой говорит Сегодня не надо премиальный Команда сказала Вот эта команда Настраивается на матч Так команды должны Какие-то настраиваться Понятно что деньги Там есть определенные Контрактные условия И так далее Ну вот это касается Далее Когда в команде Есть люди Которые тебя не понимают Еще хуже Которых ты приглашал И которые за спиной ходят И воняют Ну значит ты же делал Что-то не так Рудик это прекрасно знает Вот Поэтому Я говорю Хотя бы 20% А Не помню Как второй год Ну Есть какие-то моменты Все-таки Гродно Он не рядовой город Если ты сюда приехал То надо Что-то Я говорю Мне никто не мешает И никто Не это понятно Когда Вот Мячеслав Воронеж Ушел С должности мэра Он многое мне Сказал Кто к нему ходил Кто Как это самое То есть всегда Главный тренер Ты находишься под расстрелом Не всегда ты знаешь Где-то знаю Кто ходил Тут Хера желающих А когда меня снимали Когда Гой меня снимал Но он меня снимал По-мужски Мы в каком году Третий Там четвертый Чуть не стали 20-й Любите в этот год Конечно В 20-м году Там было по-моему 8 игр 8 очков Мы хорошо играли Тоже Вот там были игры Шахтер по-моему Выезд Батэ выезд Там очень сильные команды Ну Нашего чемпионата Верхний были выезд Там где-то проиграли кому-то Где-то вы Ну короче вот так Ну и дальше пошел Легкий график И меня А там как-то Получилось Чехарда У нас 8 очков Там 10-е место Четвертое место 12 очков Плюс-минус Плохо начали вообще Нет Плюс-минус 12 То есть там одна игра Плотность Да плотность Но режет Что Режет Вот турнирная таблица А еще знаете Когда в кабинет мэра войдут Доброжелатели И Покажут Ему так бумажку положат Там ну что А мы играли-то неплохо Хорошо С Марушичем Забелина впереди Там Вообще Сильно играли очень И Положил ему бумажку Он такой Бориславик говорит Да нет Мы же Неплохо играли Брониславич Ну неплохо Вон Десятое место Капают Ну да Ну да Ну и он говорит Игорь Пора тебе уходить Ну пора и пора Значит Дело такое Я точно судиться не буду Вы меня брали Значит настало Пора уходить Ну все Я в отдел пиджак Поехал Блять С командой Попрощаться Там Магеду Все будет Все будет хорошо Все будет хорошо И Ну они сказали Так не будет Валера Жуковский Так не будет И Мы Мы не готовы Дайте нам Две игры Он хорошо Даю две игры И вот мы Обыграли Городею На выезде Десятером Тоже Удалили Дударя Ни за что Удалили Десятером Обыграли Городею Здесь обыграли Торпеда Жодина Проигрывая 3-1 Рассаткин Тогда забил На 45 Сравнял Потом мы два Забили Потом поехали Обыграли Славию После этого У нас было Сколько там 12 игр 12 игр Ну и потом Брониславич Позвонил Игорь Я так и думал Что ты лучший Две недели назад Я тебе сказал Все молчи Это хорошая Хорошие мужские отношения Очень Он очень сильнейший Очень человек И здесь Говорит Я тебе всегда Буду относиться хорошо Даже если уйдешь Это конечно Вот так Вот так Меня убирали Там как пишет Ходосевич Какая-то химия У меня нет Химия это у него Надо прокомментировать Брест Едет прокомментирует Брест Надо того прокомментировать А самый Вообще Сильный матч Моей карьеры Это был Когда Мы обыграли Дулуба Восьмером Играя почти час Времени В меньшинстве Вот это был Самый сильный матч И Ходосевич Комментировал Как жаль Что проиграли Крумкачи На кубок мы играли 60 минуты Остались 60 минуты При 35 градусной Жаре Остались Восьмером Удалили Лешко На какой-то 37 минуте В Минске играли На соке Да И еще кого-то Ваню Наверное Садовничего Точно Ваню Вот тогда Восьмером Играли против Десятерых И на 90 минуте Юра Козлов Подал И зуб забил Сравняли И по пенальте Выиграли Очень расстроился Ходосевич Сильно расстроился Я говорю правду Он пишет О какой-то химии Про императора Какого-то пишут Никого императора нет Вот тренирую Тренирую Никому не мешаю Ну и просьба Чтобы Своё Нечистое лицо В мою чистую команду Несовали Пока буду работать Здесь я Будет так Как скажу я Вот примерно так А почему У вас получается Внимание В команде давно Но при этом Например Есть такая тенденция То есть Контракт на год Сюда продлевается То есть Один год Один 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 То есть Нет такого Чтобы к примеру Долгосрочно Да на пять лет Сразу На двадцать Ну вот ты Работаешь В реалиях Беларуси Можешь подписать Контракт На лет двадцать Так а зачем Его подписывать Те скажут Завтра до свидания Ну это что Имеет какое-то Какое-то влияние Или отношение Ну что Чис подписывал Там контракт То есть он До конца контракта Компенсацию Выплачивали Или Володя Володя Невинского Был контракт С Гомелем Ну уж Надо смотреть На вещи реально А не виртуально Правильно Ну дали ему Там одну зарплату Или две С Гомеля Сказали до свидания Но был бы у него Контракт Еще на три года Ну Еще может Одну зарплату дали Зачем это делать Подписываешь на год Так и легче живется Год закончился Посчитает нужным Продлят Не посчитает нужным Не продлят Все же очень В жизни просто Смотрите У меня по молодежке То есть Вас получается Пригласил Георгий Петрович И вы вместе с ним В его штабе Отработали в молодежке В Ну я не знаю Сейчас наверное Я все таки Перепрыгну Наверное К Георгию Петровичу Больше В национальную Он не звал вас Уже потом Да И в целом Вот по Георгию Петровичу Потому что С молодежкой Он привел команду По крайней мере К одному Из самых Значимых показателей Вообще В белорусском футболе А то что произошло С национальной сборной Здесь уже Со всех сторон Просто ему дали Большой кредит доверия А результата Как такового не было То есть Где там Провал произошел И приглашали не вас Может потому что Вас не было Поэтому Да нет Я думаю что Во-первых Ну он не один Из самых значимых Конечно Такого успеха больше Ни одна Республика Не добивалась Таких успехов Правильно И я говорю что У нас Здесь надо Говорить о личности Георгия Петровича Он человек Достаточно Скромный И Не очень Разговорчивый Правильно Можно же перевернуть Все как хочешь Логично Вы смотрели Две игры С Израиля И с Косово Георгия Петровича Да я смотрел Сейчас последние игры Смотрели Смотрели две игры Андорра Израиль Смотрели две игры Да Разницу нашли Или нет Ну нет Сейчас разницы нет Это раз Ну мне показалось Что Команда Георгия Петровича Играла Ну незаслуженно Проиграла Израильтянам Два мяча пропустить На 90 минуте И так далее Ну это незаслуженно Мы обыграли Косово Ну С Андорры сыграли Вы прессу читали О тех играх Там его Смешали С чем угодно После этих игр Сборная на ходу Все замечательно Игорь Николаевич Ну есть Существенная разница Он же три года работал Понимаете То есть когда-то три года И в конце Ну понимаете Ну как Ну работал Да Я наверное Не имею права И критиковать Или хвалить Потому что я тренер Это дело журналист Не имеет права Вадим Скрипченко Приходить на грани футбола К своим там знакомым И говорить Что Георгий Петрович Сделал неправильно Когда будешь ты Будешь делать правильно Логично Это дело Кого? Журналиста Поэтому вопрос Главного тренера Должны обсуждать Журналист Если я Закончу С тренерской работой И буду Вести какие-то Радио Мне дадут Я могу Что-то говорить А сейчас что я могу сказать Я могу сказать Что Георгий Петрович Для наших реалий Выдающийся тренер Что у него получилось Что не получилось Это надо знать Внутреннюю кухню Надо знать Там То что створилось Сборной Вы Сашу Сулиму Вы знаете Подноготную Нет Сборной И я не знаю Я могу со слов Саши Сулима Что сборная В условиях которых Работал Георгий Петрович Ну так работать нельзя Убрали Мишу Мархеля Георгий Петрович сказал Будем отступать медленно Ну где это видано Чтобы руководителя федерации Убирал тренера по вратарям Потому что он поставил Не того вратаря Ну а кого должен Тогда Какая роль тренера Веди тогда сами Поставь Я вам ничего не придумал Вот вы слышали Саша Сулима разговор Я вас спросил Как было Чтобы это было Из первых уст Поэтому это серьезная кухня Очень серьезная Должна быть Какая-то поддержка Со всех сторон Какие-то эти и так далее А когда это все Вот у меня В Гродно Здесь очень хорошо Здесь за все Что касается команды Отвечаю я Меня могут спросить Здесь никто не мешает Никто не советует Никто нет Если я ошибся Я должен уйти Мне точно Точно не советует Взять того или того Ну вот Рудик Ставил Там ребята говорят Какие ребята говорят Ты за себя Всегда надо ответить за себя Ответишь за себя Они отвечают за себя Я отвечаю за команду Правильно Они втихаря прошли Моя хата с края Вон Первые кто стоят В бухгалтерии Где наши перезасчеты У меня вообще был Один случай Даже не при мне В Новополосе Когда Акшаев работал Футболист посчитал Зарплату Там ну грубо говоря Ну Там Ну ладно Там 3615 рублей Грубо говоря Там Он такой подходит К Евгеньевичу Говорит Достаточно Такой По белорусским меркам Неплохой футболист Он говорит Евгеньевич Херняка это получается Что такое Говорит Зарплату Дали 3615 рублей Я прикинул 27 рублей Не пляшет Поэтому здесь Знаете как Это Так Разговоры для бедных Игорь Николаевич Момент такой Смотрите Вы работаете с Георгием Петровичем В молодежной сборной Добиваетесь Вообще невероятных успехов Для страны Потом вы работаете С молодежкой Самостоятельно Тоже три года И там тоже Прям топ футболисты У вас были И сейчас Молодежная сборная Новое поколение Что изменилось Куда пропали футболисты Хотя лимит вроде бы ввели Для того чтобы Да Хотя мы об этом уже проговорили Ну опять же говорю Мне не совсем корректно говорить Я могу только Сказать о своей сборной Не хватило Чуть-чуть Когда пришел Хацкевич Ну Саша хотел меня снять Потому что они хотели Поставить Меркулова Вот они с Кульчим Хотели поставить Меркулова Там у них грандиозные Очень планы были У меня была очень Хорошая команда 94 год 96 Вот Мы обыграли Словаков Мы обыграли В ничью Сыграли с голландцами Там голландцам проиграли Один Нам не повезло С турками Мы их здесь С Луцки возили Проиграли И когда в Турции играли Сломался Янченко Саша Сломался У него кресты И мы в десятером играли Замен не было уже То есть мы Еще за два тура До конца боролись Мы единственная команда Которая обыграла Словаков Точно там лимита не было У нас хорошая команда была 94 год И моложе Хорошая команда была Очень хорошая коллектива И там Кипр там Было В группе Точно там не было И фареров И этих самых И у нас не было лимитчиков Но была хорошая команда Хорошая команда Хорошая это Потому что что происходит Сейчас я Не берусь судить Есть кому судить Есть И мы когда голландцев Здесь выигрывали 2-1 Посмотрите на эту сборную Голландии Тогда уже Аки Играл в Манчестер-Сити Там полкоманды Играла в чемпионатах Высшей лиги Играла в составах Мы 2-1 выигрывали Мехацкевич говорит На следующий день Играли с французами Снимай Корзуна То есть я в перерыве Должен был поменять Корзуна Я как-то упросил еще 20 минут Чтобы Никита проиграл Он ключевой игрок Он сейчас за сборную Очень здорово выглядит Опорный И Корзуна сняли И голландцы С опорной зоны забили 2-2 И то мы на последних минутах Савва мог забить 2-2 Там в перекладину попал И Борисов чуть не добил Хорошая команда Так мы топовые С топовыми командами Играли на равных Что значит Самое главное Научить футболиста Выходить на поле Не трясясь А с уверенностью В своих силах Вот они играли С уверенностью В своих силах А футболисты были хорошие Рассадкин тогда играл Хотя он ведь не такой Тоже потерянный человек Для Для белорусского футбола Хотя очень талантливый Много молодых ребят Там 96-го года играл Влад Климович Уже тогда сборная Прослеживалась Поэтому белорусский Чем может Футбол шел Какой-то своей эстезой Ну где-то что-то нарушилось Так иногда бывает Я думаю Эту ситуацию поправят Найдут правильные выходы И так далее Просто надо о каких-то вещах Говорить объективно Не потому что Кто-то Чей-то Кумбрат сват Плохо Скажите плохо Хорошо или плохо Если говорить Так вы все время Тренер там не ходите 0-8 проиграли 0-8 проиграли Хорошо Сняли Еромку Сняли Мархеля А федерация что делать Или она не несет ответственность Все хорошо Все свалили на главных тренеров То есть Все они сделали Все условия сделали Ну только видите Так получается Тогда еще такой момент Смотрите Вот вы говорите Что классные футболисты Перечисляете Ребята молодцы Георгий Петрович Да Извините Вернусь снова же Говорит Что у нас нет футболистов Которым играть Играем теми кто есть А как же тогда Вот В молодежке Столько времени Или этот вот переход Уже на национальной сборной Там совсем другой уровень И тот уровень Они уже не тянут Ну вы знаете Здесь тоже такая Тонкая грань Все таки Вот проиграла Наша сборная В Швейцарии 0-8 да Бельгия Сняли Мишу Мархин Ну они один же футболист И сказал Чего они проиграли Чего они проиграли По уровню не тянут Тогда Или слабо характерно Бельгия сильнее Возьмите Здесь нет Нет абсолютно никаких проблем Но все знают Что команда После Эстонии Нарушила режим И очень серьезно Правильно Этого мы не знаем Ну не знаете Это знают все А вы не знаете Вы играете за страну Правильно Ладно Проиграли Все хорошо Вы читали интервью Там грубо говоря Ване Маевского Тебя футболистам говорю У нас не было Плана Б Так а какой вам план Б Дать Если вы по полю ходить Не можете Логично Логично Все говорят Плохой тренер Поэтому Ну всяко Как-то Какие-то моменты Бывают Здесь очень тонкая Такая ситуация Конечно виноват тренер Раз не допустил Значит виноват Но ни один футболист Еще не признался Ну может быть там Такие мужики Уровня там Скажем так Савы там Или у меня хорошая команда Ну У меня в жизни Был один случай Такой Когда я не забил пенальти Не поехал на тренировку В Гомель Позвонил Евгеньевич Я не приехал Плохо Я чувствую Зашел Скажем Баллон-лигер Все хорош Приезжай завтра Ну всегда Можно со всеми найти Какие-то там Какие-то вещи И так далее Говорят Советский пьет Да Советский не пьет Все-таки в семьях У нас если проиграл То пьяный Там пьют Никто не пьет Ну вот такой случай был Был Надо сказать Там или так далее Что-то У нас тоже Когда Были в Дании На чемпионате Европы Никто же не верил И даже Выход наш В финал Там и так далее Многие Уже тогда были настроены Против Петровича Ну и случайно Потому что Датчане обыграли там Кого-то И мы по разнице вышли Ну Ребята хотели Там найти В Дании Поздравить Как нормальные люди Я до пяти утра Сидел в холле Чтобы они не вышли Молодежь 21 год Там бурлит Такой успех И так далее Ну молодые люди Все мы были молодыми Поэтому Как бы Я не согласен С той оценкой Которую дают Георгий Петрович Иногда Иногда Мы привыкли Хорошее Видеть плохое Иногда Плохое Видит хорошее У нас плохое Плохое Все плохо Все плохо Ну вы Видите Как пишут Там сборная Хоккей Или баскетбол Или волейбол Ну это наши люди Их надо как-то Где-то Ну никто не пишет О рукоболстве Федерации Там Почему О кадрах Там и так далее У нас все свалили На трениров Там и Какие-то вещи Поэтому Это Можно Рассуждать С утра до бесконечности Но есть у нас Игроки нормальные Ну которые Ну и мне показали Последнее Что вот Понятно Что уровень футбола Вот вы говорите Мальта Как-то Белоруссия Не бы играла Мальту Там вот мы прошли Мальту Типа Мальта Это Ну это раньше была Мальта Когда был Советский Союз Когда был там Отбор Там сумасшедший Ну вы посмотрите Условия на Мальту Там в Мальте Играет В этом Бальцана В один Мальтиез Пять человек С Академии Порту Ну все развивается Мы не должны Оставать там в развитии Посмотрите В Венгрии Мы жили В Диоре Там в Диоре Пять команд Первой лиги Там и так далее Там Школы работают И так далее И так подобное Вот надо чему Там Больше внимания Там Тренерским кадрам Чтобы они на самом деле Были футболистами Вот Здесь очень много проблем Которые Еще Что-то осталось Еще какие-то федерации Старались Прошлое Может Продолжить то хорошее Что было Очень хорошего Много было В организации Советского Союза Вот это надо Перенять У нас нет Советского Союза Но у нас есть области Правильно Ну это тоже Белоруссия Украина И так далее У нас есть Грубо говоря Минск И вот в области Надо организовать Правильно Детский футбол Правильно Организовать Вы видели Как организовали Вторую лигу Весь этот вопрос Мы уже обсудили Весь этот вопрос В организации Точно так В детском Футболе Это надо все делать Не так Как делали Но надо делать Как-то что-то По-другому Что-то по-другому Делать Надо чаще Собирать И люди высказывали В своем месте Вы же умные люди Все же было Не так врачно Надо слушать Людей Каждый Я свое мнение Вы свое Кто-то еще свое Высказал Вот так Харить Легче всего Раз плохо По-харить Там это По-харить Так что все у нас Будет хорошо Игорь Николаевич Есть у нас Футболисты Которые вытянут Нас выше Сотни Вот этой Ну потому что Мы сейчас Ну сборная Сначала надо Научиться играть Такие игры Вот как играли Ну кто упрекнет Сборную Белоруссии После игры С Израилем На последней минуте Моменты Да Моменты Если мы научимся Играть такие игры Через поражение Ну надо пройти У нас проиграл Снимаешь Проиграл Снимай Найти Через поражение Ну чтобы у Кондратьева Плохая игра с Косово Была Вы посмотрели Где играют Футболисты Косово Да конечно Там и серия А На всякий случай Если у нас Надо зреть в корень Если в Косово В обае 15 футболистов Играют в бундеслиге Серия А И так далее Остальные нигде не играют Но их 15 Сборная играет 11 Ну так у нас Соберите 11 игроков Где играют Даже несмотря на то Что у нас численность больше Все определяет качество У нас были более Качественные футболисты Были более Качественные футболисты Даже когда Все говорят Уровень То растет То падает Не знаю О каком уровне Говорят Ну когда Вот я в 94 году Играл Когда в Тюмени Ну так я был там У Боровского В расширенном списке Так я там был 78-й Грубо говоря Там все играли На Украине В России В составах Там Команды И так далее Сейчас кого собрать Белорусский чемпионат Надо Исходить Из реалии Что есть Ну не плакать Ну конечно Петрович сказал Там какие-то Может быть Обидные для футболистов Слова Ну вот мы когда играли В этом самом Динамо Минске В 92 году Да Можно было там Передачу назад Смотрели Мы 0-0 Сыграли в Динамо Минске Ну там Сколько они играли Через месяц В Голландии С Увермарсом Они обыграли 1-0 Герой Семец забил Ну так там 6 человек играло Против Динамо Брест Вот Висконечный уровень Там Не знаю Как правильно ответить Но другой был Есть разница Между набором и отбором Ну тогда был отбор Отбор Тогда Мысно было выбрать людей А сейчас Набрать И то не всех отпустят Кто-то не хочет Кто-то Пошел по пути На меньшего сопротивления Тоже Лисакович Ну не приезжал В сборную Кондратьеву Какой-то конфликт Интересов был Ну он игрок-то Хорошего уровня Надо подходы Какие-то искать Сейчас остались Так Штучный товар Значит Ну не знаю Надо Что-то надо делать Какие-то вещи Ну надо делать Есть какие-то выходы Из положения Ну так должны Это все осознавания И в словах Кондратьев Он по сравнению Он сказал Может так Неосторожно Очень Но он-то высказал Конечно Там люди играют В топовых клубах И по сравнению С ними Конечно Мы уступаем Мастер-чвет Значит Родом Самодачей Наверное Организацией Вот как играли И так далее Но мы имеем То, что имеем И другие футболисты Не придут А у нас все время Хают тренинг Ну придет Аллас А этот пришел Ну дай бог Конечно Надо помогать ему И так далее Но он же будет работать С теми же людьми Другой вопрос Когда футболист Дает интервью Вот пришел тренер Вот почему они Малахольные Пришел тренер Ну корзун Хороший футболист Без проблем Дает интервью Блядь У нас все поменялось Все поменялось Тренер спросил Когда мы кушаем Когда спать ложимся Ну бред Футболист говорит Уровня бред То есть надо же Уважать себя Профессию Да мне как разница Как ты кушаешь Иди в футбол играй Можешь не кушать Я должен интересоваться Как ты кушаешь Ну тренер Может он режим Хочет поправить Тренер спрашивает Как ты кушаешь Что ты еще делал Может еще Семейная жизнь Спросит Когда ты И где Ну что это Это вообще какая-то Вот такие у нас Футболисты Дают интервью Значит если плохо Виноват тренер Если хорошо Значит хорошо Сработали мы Поэтому все нормально Все поменяется В лучшую сторону Вот вопрос С вами вообще Карл Асал Связался К примеру Спрашивал Что-нибудь по футболистам Или такое общение Как бы между главным тренером Сборной И клубов Нет Ну я думаю Что у него Квалифицированные помощники Есть там Наверное Паша Евсеенко Ну есть там И в генерации Дима Косенок Работает Которые знают Белорусские футболисты О силах Что со мной связываться Знают Он вызвал На самом деле Что не видно Что Карпович На сегодняшний момент Самый сильный Правый защитник Вот он его поставил Во второй игре Он хорошо сыграл И так далее Поэтому я думаю Что там есть Кому разобраться Все-таки Точно там есть Что по сути Тем более Он приехал Я думаю Что он смотрит Игры Чемпионаты И так далее У него есть Свое видение Как что Под какую схему Кого настроить Не думаешь Кто-то где-то Всплывет В какой-то Кто-то новый Так Подкорректирует Построить Идово Все будет хорошо Игорь Николаевич Хотел Вопрос у вас Пропавшегося Искова Все-таки Что за феномен Вы с ним Кстати причем Работали И в молодежке Когда он совсем Молодой еще был Сейчас он же Опытный футболист В полном порядке Как вообще Можете его Карьеру оценить Даже хотя бы Вкратце В двух словах Вы читали Вот я много Опровержений давал Когда и Батэна Пашу Савицкого Хотя хотела Пригласить А потом Облила его грязью За Пашу Савицкого Как и за Андрея Якимова Вы спрашивали Кто кого за собой Возит За Пашу Савицкого Говорит статист Ну пусть он сыграл В своей жизни Где-то 70 на 30 А сейчас он играет Нападающего Но 70 процентов Всех своих игр Провел на позиции Крайнего полузащитника Правильно Поднимай статистику Да так есть И сравни Атакующих игроков Сборной Белоруссии Или вообще Чемпионата Чтоб кто-то Сравнялся с ним Это ответы На все вопросы Если кто-то хочет Хотел купить Пашу Савицкого Паша Савицкий По каким-то причинам Туда не пошел Потому что Он взрослый человек Имеет право Своего выбора Но не хочет И никто Говорят что он Пьяница Что он не потянет Что это Мы не знаем Как бы он где потянул Но в Белоруссии Он лучше Никто это у него Не отнимет Это человек эпизода Конечно по футбольным меркам Мне видела Что он может играть В любых клубах Ну у него может быть Семейное положение Есть семья Вы видели Какие голы Забивает он Да Он не забивает голы Когда там команда Создает Ну и тоже забивает И так далее Он создает себе Голы Сав Вот смотрите Как он гол забил Исач В окружении Семьи человек Решил Это человек эпизода Забили Как он гол забил Бальцана Ну это мастер Вы видели Как он гол забил Болгарии Борисов Перекладин Ему было 2 секунды Ну он не пил Но как получалось Паша пьет Каких-то больших проблем Ну вот говорили Там хлебосола Пьет Ну бывало Выпивал Ну так он 34 забил Ну пусть Беларусь Трезвый забьет Если он пьет 34 В чемпионате Тогда защитники Рудик Однозначно Рудик Однозначно Третий Зубович Может быть Дима Верховцов А да Точно Вот из тех футболистов Которые У меня Не много клубов было Нафтаны А молодежки же еще были Юрченко Молодежка Не ну Если брать клубы Юрченко конечно Ну там Тяжело Тяжело Были У меня очень много Ну вообще Самый Вот приятно было Очень работать С Ромой Василюковым Хоть мы недолго поработали Конечно Величайший мастер Там То что он делал На поле Это конечно игрок Он Если какой-то нападающий Был нацелен на Скажем так Гол забить Там вот Валера Степейский Он был жадный Жадность должна быть У форварда Я плохо разбираюсь В форварде Как шел у него в душе Ну вот он прям То Конечно Он Валера бил Там со всех позиций Там туда Но Василюк Он более такой Он игрок Он Как надо Он в ущерб себе Лучше отдаст передачу Вот такой И Паша Советский Ему Не важно Он забивает Он еще половину Не забил Того что может То есть если он Только В него в голове Промелькнет Такая мысль Что игрок Находится в более Выгодной ситуации Он отдаст Ну у меня сейчас Момент больше Даже не с футболом Наверное Сколько с вашим имиджем Потому что Все время вы ходили С длинными волосами Тренировать вы тоже Начали с длинными волосами Как Миша говорит Он вас увидел Там на скамейке Дубля Такого серьезного И тут в какой-то момент Я уже даже не помню Когда это было Когда неожиданно Игорь Николаевич Ковалевич предстает Такой Сходившим в барбершоп Гладко выбритым С височками открытыми То есть как вы решились На это Что повлияло Да ничего не повлияло Ну надо что-то менять Я постригся Перед игрой Финала Здесь Динамо Бреж Шахтер Вот в этот день Я постригся Я тогда С Колей Ходосевичем Комментировал Наверное За воротами И вот перед тем Как Вот прийти на игру Тогда полный стадион Был И Вот и Ну решил Вот просто решил Надо постригся Надо что-то менять Ну во-первых Я посмотрел На себя С длинными волосами Мне кажется Волосы длинные Здесь уже есть лысина Да Когда они еще не мытые То бывает Когда волосы длинные Здесь лысина Поэтому лучше Гнездышко Да Вот короткие Вот так и постригся Ну и дальше Вы как бы Икона стиля На бровке сейчас Понимаете Потому что у вас Пиджачок Вот эта кепка Да Или там кепка И жилетка То есть Ну вы всегда Выглядите стильно То есть Это не спортивный костюм Это уже Как бы с возрастом Ну хотя Как с возрастом Вы изначально В костюме Всегда практически Были Практически везде Появлялись Но вот Этот стиль Ну в общем-то Я особо не думал От этим Вот я Одел кепку Как-то так Что-то себе В голову Вбил Что вот Должно быть На фарт И вот Эту кепку Не снимают Так Решил я Что-то Кстати Партит Да И вот так Вот решил Где-то Всегда Когда был Игроком Я Себя Как-то Заводил Брал Напильники И там Пилил Шипы Ты себе Морально Готовишь Так и сейчас Не обязательно На игру Одеть кепку Потом могу Снять Ты настраиваешься Там за полчаса До игры За час А так Ничего Я об этом Не думал Вы же рекордсмен По количеству Желтых и красных карточек До сих пор Я так понимаю Да У нас никто Не перебьет У меня вопрос Наверное Может Виталий А Владимир По-моему Я не знаю Вопрос Кто сильнее Как защитник Сергей Карпович Или Игорь Николаевич Валевич Ну Это вообще Разные люди Серега Ну наверное Сергей сильнее Это будет Он Хорошо играет В атаку Очень хорошо Играет в атаку Ну тактически Так по дамоте Чем я Вот И Ну конечно Он все посильнее Он посовременнее Посильнее По тоньше Как бы У меня Ну другие Наверное Он посильнее А вы свои Вот празднования голов Да Вы их не репетируете Потому что Это круто Где Может готовитесь Нет Да вот Когда Перехлестываю Я вообще в жизни Ничего не репетирую У меня все Происходит Я ни к чему не готовлю Все есть как есть Все происходит Спонтанно Поэтому Пиджак вы бросили Кепку тоже бросали Так что Будьте осторожны Ну я вообще эмоциональный человек Поэтому футболист был эмоциональный И поэтому Ты же когда делаешь Не думаешь Как должно быть Или что Вот у тебя есть Сейчас такой эпизод Через секунду меняется Не один такой тренер Вообще же Вот посмотрите Там Да любого тренера возьмите Каждый реагирует По-разному Вот Игорь Трухов Спокойный всегда Все зависит Или кто-то Каждый Своё поведение Смотрите Игорь Николаевич Все-таки Хотел задать вопрос Про семью Потому что Я заметил Вы практически Ну очень часто В интервью Упоминаете семью То что вы постоянно Друг к другу ездите То что вы там Постоянно собираетесь Вы постоянно Там говорите Пишите про сына Вот Можете рассказать Как-то подробнее Про это все Ну Друг к другу Не так часто ездим По мере возможности Потому что Семья Жена Познакомились Мы в самолете Когда я в Бобруське Играл на стюардессе Вот И сын Одиннадцать лет Футболом не занимается Семья Минска живет Ходит на народные танцы Ну такой Развитый Спортсмена не получится Потому что Воспитывают в большей степени Две женщины Такой Интеллектуально развитый Ребенок Поэтому Так занимается Спортом Учитель физкультуры Хвалит Это самое главное Ну Очень интересуется футболом Жена меньше интересуется Интересуется футболом Все знает Про Неман Про команды Про Это Поэтому Моя отдушина Он Не говорит такие вещи Которые Подбадрю Для Свершения дальнейших Каких-то решений Ему 11 лет Я так понимаю Что он Вы очень поздно стали Папой 45 лет Удивительно Это такая же Похожая ситуация Как Похожая с этим С Андреем Якимовым У него тоже Папа Поздно Ну да Успеваете Уделить внимание Не знаю Если там Бываете в Минске Там постоянно Сводить Ну раз в неделю Точно надо съездить На каникулах Он здесь был В Гродно Вот в лагере Поэтому конечно Ну а вы Футболистом его видите Если бы он рядом С вами был Ну нет Нет То есть Он такой Да Футболистом Вот я когда был В Англии Все-таки Футболистом Должны Быть дети Которые хотят Которые хотят Когда там Вот видите Когда мы Говорили о детском футболе Там все равно Кто родители Вот я был На стажировке В Челси И разговариваю С Мауренью Там И С детским Там абсолютно Все равно Кто родитель Абсолютно Там дети Все равны Еще к этому Надо прийти Чтоб не водил Там папа Перевел За забор И Ушел А дальше Папа Это тренер Вот как привел Мне привез Миша Гордючка Папа С Казахстана Сказал Вручаю Вам Игрока Его Спинска Забрал с волны И у него там Дедушка Бабушка Жит И поступайте С ним Как Считайте Нужен Как со своим Ребенком Наказать Наказывайте Похвалить Хвалите А он алмазом Оказался Да Такого мне привезли Миша Вернее я его Нашел в волне Поступайте Надо Так 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 А сейчас Немножко Не надо Чтобы он Футболист Пусть танцует Да Пусть танцует Ну если Ну или занимается Тем что ему нравится В первую очередь Конечно Так Ну все Мы тогда будем Завершаться И так Практически Четыре часа разговора У нас точно Выйдет два выпуска Игорь Николаевич Спасибо вам большое Дорогие друзья Надеюсь Вы досмотрели до конца Вторую часть Нашего подкаста Вместе с Игорем Николаевичем Надеюсь Что вы получили Такое же истинное удовольствие Как его получили мы Когда записывали эти выпуски Ну а сейчас Приятные моменты Мы помним Мы не забываем Ну как вы понимаете Всех ребят мы собрать Уже не могли Но розыгрыш Мы не могли Не сделать А именно Мяч от Игоря Николаевича Сейчас достанется Одному из вас Что нужно было сделать Все очень просто Нужно было угадать Дорогие друзья Счет матча Сморгонь-Неман Этот матч Завершился С счетом 1-3 Хотя Ребята из Гродинской области Именно Сморгонь В этом Гродинском Дерби Назовем его так Сражались Как львы Сражались Как волки Но Неман Пока Выглядит Поувереннее Итак дорогие друзья Мы прямо сейчас Будем разыгрывать Тот самый мяч Который я держал В кадре Сейчас его У меня нету Да Он у нас находится В машине у легенды Легенда По кого Этот легендарный мяч Знаете Всем показывает Как факел На олимпийских играх То есть Из точки в точку И вот этот легендарный мяч Достанется Одному из вас Кому Это уже По традиции Мы решим С помощью Вот этой вот кнопочки Видите Единичка Это значит Одному Человеку Достанется мяч 37 человек Да Вот пересматриваю Даже 37 человек Угадали Этот счет Здесь у нас И Лапа Лапик Здесь у нас И Олег Кучинский Кстати Однофамилия Здесь у нас Мирослав Колос Андрей Брикман То есть Много Достаточно Даже Попугай Кеша Медицинская фея То есть Многие участники Которые Неоднократно Угадывают счет И участвуют В розыгрышах В наших Выпусках Друзья Давайте же Узнаем Кто Тот самый Один счастливчик Три Два Один вы видите на экране, что летят имена Дима, Арсений, Андрюша, Паук там какой-то, не знаю, человек, не человек Туся, Макс, Олег, снова же Кучинский, может быть и ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба Джеко или Дзеко или Зе Деко понимаете, именно этот участник и становится победителем именно этот участник становится обладателем мяча с автографом Игоря Николаевича Итак, дамы и господа, ну и по завершению сегодняшнего, сегодняшнего выпуска который вы посмотрели прямо сейчас, у нас есть тоже приятный розыгрыш Если вы помните, обычно, когда мы делали из двух частей выпуска мы в одном делали розыгрыш, в одном розыгрыш не делали Сейчас мы решили, а чего это мы не делаем розыгрыш Тем более вы просите, тем более один из подарков предоставил сам Игорь Николаевич Поэтому второй подарок, соответственно, от нашего партнера, от компании FunBet Что же это? Это наушники Redmi Buds 4 Lite Если не ошибаюсь, именно так они называются Беспроводные наушники Их получит тот, кто, друзья, угадает исход, наверное, самого топового поединка на этой футбольной неделе 8 октября в 18.30 в английской премьер-лиге лондонский Арсенал принимает Манчестер Сити Команды, которые заняли вершину премьер-лиги в прошлом году Команды, которые сейчас находятся в отличной форме Команды-участники Лиги Чемпионов Собственно, такой вот английский центральный матч тура Не знаю, матч уикенд во всей Европе, а возможно и во всем мире Арсенал Манчестер Сити Делайте ваши ставки и один из вас получит наушники Redmi Buds 4 Lite Друзья, ну, спасибо большое, что вы нас смотрите Обязательно оставайтесь с нами Если вы не подписались, подписывайтесь Потому что следующие игры и конкурсы будем только для подписчиков Будем перепроверять, подписаны вы или не подписаны Ставьте лайки, вот эти вот колокольчики, подписки Ну и будьте с нами на банке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok